Здравствуйте! Вот и начал поспевать урожай. Сегодня я собрала целое ведро томатов, целое ведро огурцов и пол ведерка перчиков. И, конечно, такое счастье. Вот они долгожданные, так долго их ждала. Сегодня я расскажу, чем подкормить помидорки, огурчики, перчики, чтобы они у вас получали еще питание, быстрее поспевали. Ну и самое главное, чтобы очень вкусными были, чтобы они чем не болели и отлично развивались. Не забывайте о том, что за томатами и огурцами обязательно надо ухаживать. Удаляем всю нижнюю листву примерно 50 см высотой, если это высокорослый, и примерно 20 см, если это низкорослый, ну не совсем карлики. Потому что растение обязательно должно дышать. Вся вот фитофтора, грибковые заболевания, все они лезут у вас из грунта. Влажный грунт, когда долго находится, в нем развивается все. И это попадает на листья и цепляется за растение. Поэтому важно убирать лишнюю листву. Когда огурцы уже нижние кисти вы убрали, просто плети скручиваем и опускаем их на землю. Можно к земле подложить какое-нибудь агроволокно для того, чтобы у вас плети не гнили и не было никаких грибковых заболеваний, чтобы огурчики развивались равномерно. Потому что они плодоносят еще до октября, по крайней мере в Сибири. Итак, чем же сейчас можно подкормить? Я рекомендую вам почвенный субстрат для рассады и овощей от Цимус. Он подходит как для рассады, так и уже для растений, которые плодоносят. Потому что содержит в себе все природные элементы, которые помогают сделать так, чтобы растения не болели. Потому что там есть сенная палочка, триходерма. И растения не будут болеть черной ножкой, корневой гнилью, питафторой. Также в состав Цимуса входит природный циолит. Он вулканического происхождения, в составе которого есть азот, фосфор, калий. Такие три важные элементы, которые помогают наращивать как зеленую массу, так и массу самих плодов. А также увеличивать все вкусовые качества. Также в Цимусе есть вермикомпост. Это органическое вещество, которое состоит из атомов углерода, связанных с атомами других микро- и макроэлементов, где питательные элементы становятся в доступной форме для растений, и им не надо тратить силы, чтобы их питать. Есть почвоулучшитель. Это низкомолекулярный углерод, обеспечивает восстановление структуры почвы, делает ее более плодородной, качественной, и растение в этой почве развивается в 2-3 раза быстрее, и плоды дает намного больше. Также есть биогумус, который влияет тоже на плодородие почвы. А в плодородной почве, все вы знаете, все быстро растет, быстро развивается. И плоды, томаты, огурцы, перцы, да и капуста, клубничка, они будут намного вкуснее и слаще. Нам надо всего добавить одну горсть под куст. Раскиньте сверху, срегка прикопайте. Сейчас, наверное, сложно будет, но сделайте так, чтобы не повредить корни, потому что у большинства растений, они сейчас на поверхности земли рассыпьте, и когда будете поливать, все питательные вещества попадут в грунт, и растение получит все питание. Можете после того, как посыпали цимусом, можно полить просто чистой водой или дождевой водой. Все ссылочки на цимус есть в описании, или можно найти цимус на озоне или в Элберис по поиску цимус удобрения. Более подробно об удобрении можно узнать на YouTube канале цимус, как использовать, как работать, из чего делать и как применять. Также есть маленькая банка для пробы, она стоит намного дешевле, и большой пакет 2,5 кг, который вам хватит практически на весь сезон для того, чтобы откормить все растения. Там есть мерная ложечка, которую вы можете использовать. Одна ложечка под куст, или две ложечки под куст, для более сильного питания. Как я уже говорила, подкармливать можно абсолютно любые растения. Томаты, огурцы, перцы. Вносить лучше всего один раз в сезон. То есть, если вы сейчас подкормите, то растения больше вообще можно не кормить. То есть, достаточно унести сейчас, и это хватит до сентября, октября, насколько сильно долго вы выращиваете растения. Огурцы надо кормить постоянно. Хотя производители советуют это делать всего один раз, я рекомендую цимусом кормить и раз в месяц для быстрого и долгого питания. Потому что огурцы это единственное растение, которое съедает огромное количество удобрений. И лучше кормить его органикой, питательными веществами с полным количеством элементов. То есть, азот, фосфор, калий. Без азота огурцы у вас не будут расти. Также для тех, кто выращивает ремотантную клубнику, и она у вас цветет, плодоносит, то вы можете подкормить цимусом для рассады и овощей. Также и клубничку. Я уже пробовала. Удобрение рабочее, очень эффективное. Благодаря именно этой подкормке, сами кустики не болеют. Уредители обходят стороной. Ну и сами кусты набирают очень хорошую массу. И сейчас пойдет вторая волна цветения. Это у меня, именно на этих высоких грядках, у меня ремотантная клубника, которая набирает уже новые почки, и собирается снова цвести. Вот так вот она растет. Носите под кустик, слегка зарыхлили. А у клубники можно слегка прорыхлить почву. Там не такая вот плотность сильная, как, например, у помидоров. Помидоры, как правило, свои корни и огурцы держат на поверхности. У клубники она, корни, они больше вглубь уходят. То есть, когда вы капали клубнику, наверное, замечали, что там капна корней просто внутри. Попробуй выдерни их. А помидоры, они у них и внутри, и снаружи, и где их только нет, этих корней у помидоров. Вот. Смотрите. Это потрясающий сорт. Это, кстати, уже не японка. Это у нас розовый мед. Сорт томатов. Мне просили называть сорт томатов. Ну вот, называю вам. Один из самых урожайных сортов. Один из самых потрясающе вкусных крупноплодников с сердцевидной формы. Он еще набирает массу. Сегодня я собрала нижние кисти с него. Четыре помидорки огромные. Наверное, зря собрала. Показала бы вам. А это уже верхние. Ну, как бы детерминатный сорт. Невысокий. Не больше метр сорока. Метр шестидесяти. И где-то выдает первую, вторую, третью, четвертую кисть. Большие крупные томаты. Вот еще один крупноплодник созревает у нас. Это томат советский. Все, это наша российская селекция. Гномики в этом году что-то как-то подвели. То, что июнь начался очень холодный, они затормозили в росте. А вот наши сибиряки, наша российская селекция, они как бы на непогоду никак не реагировали и набирали массы. И поэтому наши сибирские сорта первыми поспели. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.